Если а и n натуральные числа, причем а больше единицы, n больше единицы и а в степени n плюс 1 простое число, то обязательно а делится на 2, и n является степенью двойки. Давайте сначала одно замечание. Если а равняется 2, то человечеству известно 5 таких простых чисел. Вот они все выписаны. 3, 5, 17, 257 и 65537. Они чрезвычайно интересны для истории математики, потому что с греческих времен была задача о том, какие правильные многоугольники можно построить циркулем и линейкой. Другими словами, когда корень из единицы n степени можно выразить через квадратные корни, то есть каждый раз делая расширение второй степени. Теория Була, созданная в начале XIX века, гласит, что для того, чтобы можно было построить, необходимо, чтобы число, количество сторон этого многоугольника, было бы произведением степени двойки на разведенные не более чем в первой степени вот эти вот простые числа фирма. Существуют или нет еще простые числа вида 2 в степени, 2 в степени, n плюс 1, неизвестно. Может быть есть, может быть нет. Но вот был момент, когда Гаусс вдруг понял, что из его исследований вот этих вот остатков, вычетов по модулю и гауссовых сумм, следует, что 17-ти угольника можно построить циркулем и линейкой. 17-ти угольник можно построить циркулем и линейкой. И есть даже легенда, что на его могиле, на его памятнике, основанием является не круг, а именно 17-ти угольник. На фотографии, которую я видел, в общем, на глаз было невозможно отличить круг от 17-ти угольника, но если так пишут, значит, наверное, действительно так и есть. И это было бы правильно, потому что это действительно одно из красивейших открытий Гаусса. Все эти гауссовые суммы и все эти рассуждения, то, как он комплексные числа замечательно использовал. и памятник ему действительно должен быть с 17-ти угольником. Почему не 257? Ну, потому что на глаз 257 от просто круглых совсем не отличишь, но уж тем более 65537. Так, давайте теперь все-таки решим задачу. Ну, для начала, почему число А должно быть черным? Понятно, почему. Если А не черное, то А в степени Н нечетная, а сумма нечетного числа единицы черная. И, значит, простым бы не было. Почему Н должно быть степенью двойки? Ну, представьте себе, что у числа Н есть какой-нибудь нечетный делитель. То есть число Н имеет вид П умножить на Н, где П нечетное, и П не больше делится. Давайте в таком случае напишем, что такое А в степени Н плюс 1. Это будет А в степени Н, возведенное в степень П, плюс 1 в степени П. Ну, совершенно понятно, что это такое. Давайте я выбью что-то. х в степени П плюс 1, это х плюс 1, умножить на х по минус 1, минус х по минус 2, плюс х по минус 3, минус и так далее, плюс х в квадрате, минус х и плюс 1. Значит, знаки чередуются. У четных степеней знаки плюс, у нечетных знаки минус. Вот если вы просто перемножите без скобки, это умножить. Соответственно, если вместо х подставить А в степени Н, то получится, что делится на А в степени Н плюс 1. То есть, надо сюда вместо х подставить А в степени Н. Вот и все. Между прочим, давайте в этой задаче возьмем в качестве Н не степень двойки, а просто число 2. Тогда возникнет такая простая задача. А в квадрате... Подождите, подождите. Что? Еще раз. Между прочим, давайте в этой задаче возьмем не Н, даже не любую степень двойки, а просто число 2. Тогда возникнет такой вопрос. А в квадрате плюс 1. Между прочим, все эти простые числа фирма, они тоже в таком виде, да, числа. И вопрос. Чисел вида А в квадрате плюс 1 простых бесконечно много или их множество конечно. Оказывается, это нерешеный вопрос. Абсолютно непонятно, что с этим делать. Вроде простая задача. А в квадрате плюс 1 простое число. Конечно или бесконечно множество таких чисел А. Никаких средств для ответа на этот вопрос в арифметике нет.